На фотографиях 50-летней давности самый первый заезд в лагере Черемушки. Пионеры кормят лосенка Сашку, идут ровным строем. Первый родительский день и праздник Нептуна. Альбом стал главным экспонатом музея истории Черемушек. Загородный лагерь был открыт в 1964 году в Сосновом Бару, близ деревни Николаушные. Изначально задуманной как место отдыха для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, вот уже 50 лет Черемушки является любимым местом отдыха муромских детей. В течение 15 лет ездит коллектив спорткомплекса АК, руководитель Тулинова Елена Юрьевна. Шевкин Валерий Юрьевич на протяжении также 15 лет ездит. Это школа номер 3, это духовой оркестр, школа номер 4, духовой оркестр. Это Старченко Ныльна Ильевна, 15-я школа со своим коллективом. За три смены в лагере Черемушки отдохнут более 600 детей. Спрос на лагерь растет год от года. Может быть потому, что в Черемушках до сих пор чувствуется романтика времен Советского Союза. Тут тебе и статуи пионеров, деревянные корпуса, рукомойники, удобство на улице. Кстати, последние в скором времени будут ликвидированы. На осень запланировано строительство современных санузлов. Мы планируем из ремонтов капитальные туалеты на осень. После окончания летней кампании мы эту работу спланировали. И здесь неплохой тренажерный зал для детей. На базе именно этого лагеря мы сделали. Оборудование для военно-патриотической смены мы закупаем. И на сегодняшний момент мы приобретем автоматы для именно проведения этой смены. Ну и я думаю, что будет обновление посуды в столовой. За последние годы оздоровительный лагерь заметно преобразился. Были отремонтированы жилой корпус и столовая. А к этому сезону полностью заменили пол летней веранды. Недавно в Черемушках появился свой вполне благоустроенный пляж. Все готово к приезду детей. Комиссия после осмотра лагеря это подтвердила. Ольга Келешина, Александр Симонов. Новости 24. Муром.